Девушки отдыхают Мы идем в магазин нижнего белья вместе И никто больше об этом не знает О, мы вдвоем идем Это прямо похоже на какое-то тайное свидание Не так ли, Качо-сан? Нет, на самом деле это не так Это просто обычный поход по магазинам Это необычный нифига Я читал в интернете, что парни Которые берут своих девушек И отвозят, собственно, в магазин нижнего белья Чтобы его купить Это очень хорошие парни Поняли, ребят? О как Нормальный Мужчина, наверное Стеснялся бы Этого сделать Или ему было бы неловко Быть окруженным На все 360 градусов нижним бельем Клерик, конечно же, женщина Будет И... И... И вся эта ситуация Будет казаться Невероятно неловкой Я просто хочу Выбраться отсюда Чем больше я думаю об этом Тем больнее А что вы сказали Чоколу-тян И ванил-тян Работа Ничего себе Или... Воу Да Именно так бы сказал тот У кого есть Какие-то шура-мура Ну, я имею ввиду Что мы собираемся В магазин нижнего белья Я не сразу поняла Но... Это заставляет Не опускать слюни Это... Усложнит все Не так ли? Успокойся И серьезно Я предупреждаю Синамон Замечая, что она В странном Припадочном Настроении Состоянии Это первый раз Нет Во-первых Это никакой не роман Это я знаю Или никакие не шура-мура Да, просто вы Такой милый Что я подумала, что Хочу вас подразнить Немного, Кашио-сан Простите, что мне пришлось Что вам пришлось Солгать ради меня Так Ну Ай Я же сказал, что Возьму тебя по магазинам Помимо прочего Я не могу просто Позволить Страдать Одной из наших Накотян Я знаю, что ты тоже Беспокоился О Шигуре Или побеспокоился О Шигуре Верно Я погладил Синамон по голове Да, спасибо большое Кашио-сан Мур-мур Синамон Счастливо Мур-лэчит Итак Вместе Мы направились К Ее любимому Магазину Нижнего Беля Их так много Я не знаю Какой выбрать Из них Все-таки Кашио-сан Между вот этим И Вот этим Какой из них Выглядит лучше Как вы думаете Она Держит Два типа Нижнего Беля По одной По одному И в каждой руке До ее тела Ну Синамон Смотрит на меня Ждай ответа Ну Я не уверен Честно говоря Я Как бы Мужчина Поэтому Я не знаю Что хорошо Что плохо Окей Синамон Хочет Показать мне Как она Выглядит Нижним Белье Это Не закончится Хорошо Я Теперь Очень Нет Я теперь Очень хорошо Осознаю Тот факт Что Мне Никак Не Ускользнуть От всего этого Нижнего Беля Вокруг меня Дерьмо Я вижу Что Женщина Клерик Продавец Кому больше Так нравится Смотрит На меня Испепеляющий Так Сорян Собачка Я знаю Что я должен Сделать Все возможное Чтобы вести Себя Как можно Более Достойно Но Я все Таки Мужчина В конце Концов И Это Борьба С которой Сталкивается Очень много Мужиков В своей жизни Black health Да Это одно и то же Так Мое желание Это убежать Из магазина Нет Мое желание Убежать Из этого Магазина Растет Но я Отвечаю Ей Настолько Дипломатически Насколько Это возможно Блин Клерик Клерк Короче Не важно А Да Я полагаю Я полагаю Что я не должна Ожидать Что вы Ну знаете Какой из Галтеровых Хороший А какой нет Ладно Я задам вопрос Так Что вам Было бы легче Ответить Кащуса Кащуса Какой из них Вас больше Возбуждает Я не собираюсь Ответить На этот вопрос Я горько Улыбнулся В то время Как я переключил Своё внимание На что-то Что не является Синамон Хорошо Это просто шутка Вы такой милый Когда смущаетесь Кащуса Обычно У нас не особо Много возможностей Увидеть Эту вашу сторону Бугага Глаза Синамон Блестят В то время Как она Улыбается С восторгом Я еще не понимал Тогда Насколько Садистской Может быть Синамон О господи Я почти уверен Что она знала Что это произойдет И запланировала Все это Но я действительно Очень рада Что вы пошли Со мной Кащусан Я очень Поэтому я очень Сильно постараюсь Не позволить Своему Хвосту Выдавать Насколько я счастлив Ее ушки Игрево Дергаются И она позволила Себе сделать Небольшую Короче Она позволила себе Хихикнуть Немного Внезапно Я вижу Как к нам Подходит Сотрудник Ой Синамон Добро пожаловать Вы не с Щигуретян Сегодня Нет Не сегодня Щигуретян Ну у нее Другие планы Сегодня А Понятно Это человек Которого Вы провели С вами Сегодня В магазин Он Не ваш Парень Да Нет Вовсе Нет Он Брат Щигуретян Он Типа Мой Другой Хозяин Я полагаю А Вот она Как Я была Так уверена В этом Тоже Если честно Они Они продолжают Болтать Обмениваясь Шутками Окей Петросяне Я думаю Я не Должен Удивляться Поскольку Это ее Любимый Магазин Нижнего Моя Настоятельная Необходимость Свалить Отсюда Только Усиливается Я Приветливо Киваю Наряду С их Разговором Все время Сохраняя Свою Болезненную Улыбку Насколько Я могу Затем Сотрудник Снова Начала Спрашивать Обо мне Кашо Кашо Сан Вы Понимаете Что Некотян Что Некотян Некотян Женщин Не так ли А Че Что Вы имеете Ввиду Сказав Это Так Покрутился Вокруг Этой Темы Я пытался Понять Эту Тему Не Зная К чему Она Клонит Ну Потому Что Нижнее Белье Очень Важное Для Женщин Тем более Если У нее Большая Грудь Если Форма Бюстгальтера Не соответствует Это Может Стать Очень Неудобным И Заставить Ремень Бюстгальтера Вкопаться В кожу Девушки Женщины Как Подробности Большинство Мужчин Не очень Разбирается В покупке Бюстгальтеров И Очень Немногие Действительно Ходят по Магазинам Со своими Девушками Которыми Живут Слушайте Слушайте А в этой Игры Хорошая Обучающая Сторона Ну Я имею ввиду Чтобы выбрать Подходящее Нижнее Белье Вместе С ними Вы Должно Должно быть Очень Хороший Хозяин Который Действительно Понимает Своих Накотян Познавательная Вен Действительно Она улыбается Мне Ее лицо Сияет И Совершенно Без Каких-либо Злых Умыслов Намерений Ну Я На самом деле Не такой Да Он Замечательный Хозяин Который Действительно Понимает Нас Накотян Хоть я Всего Лишь Накотян Чей Единственный Плюс Это Большая Грудь Он Все Еще Он Все Рано Очень Добр Ко Мне И Вся Наша Семья Его Обожает Взгляд Синамон Снова Смотрит На сотрудника И Она кивает Снова Снова Когда Кто-то Восхваляет Меня В то время Как я вот Стою Тут Я чувствую себя Как-то Странно Тем Тем Менее Если Это Истинные Чувства Синамон Насчет Меня То Я Счастлив Моя Улыбка Превратилась Из Больной В Смущенную И Я Киваю В ответ На Похвалу Синамон У нас Есть Действительно Несколько Некотян Которые Привозят Своих Партнеров Вы Должно Быть Очень Гордитесь Что У вас Такая Симпатичная Уравновешенная Некотян Уравновешенная Я бы Поспорил Хотя Должно Быть Для вас Довольно Хлопотно Что Приходится Покупать И Новое Нижнее Белье Так Часто Да Синамон Действительно Очень Уравновешенная На самом Деле Я думаю Что Она Могла Бы Позволить Себе Быть Немного Более Эгоистичной Даже За пределами Покупки Нижнего Белья За пределами Магазина Нижнего Беля Кашо Сан Глаза Синамон Расширились От удивления Синамон Если я Достаточно Хороша Для Акачо Сан Синамон То я Была бы рада Просто Быть Даже Его Самой Мене Любимой Катпаньон Катпаньон Ши Да Ой да ладно Тебе это не смешно Это была не шутка Вообще В последнее время Вы показываете Мне Насколько Вы Классными Можете быть Если бы я Не имела бы это ввиду Я бы даже не шутила По этому поводу Она хитро Хихикает Синамон Чан Синамон Тян Вы такая Напольстая Итак Вы собираетесь Позволить Кашо Сан Выбрать Ваше Нижнее Белет Да Кашо Выбирайте Какое Вам нравится Нет Серьезно Я Понятия Не имею Что Именно Искать Окей Так Я пытался Я пытался Отвлечь Резвые Запросы Синамон Она должна Спрашивать Об этом Сотрудника Магазина А не Меня Хе-хе Хе-хе Хотеть по магазинам С вами Было так весело Кашо Сан Да Действительно Синамон Синамон Несет сумку Украшенная Лагоготипом Магазином Нижнего Беле В то время Как она ходила Или шла Она Осторожно Обнимает Свою грудь Жесткой Хваткой Типа того Но Все ли так Хорошо Прошло А? Ну В конечном итоге Мы купили Довольно Дорогой Это необходимо Поэтому Я не возражаю Тем более Учитывая Как ты сильно Помогаешь Мне каждый день И поэтому Я думаю Что все нормально Баловать тебя Немного Я Гладил Извиняющийся Синамон По голове Если тебе Что-то не нравится То Говори об этом Щигура Ты Да Щигура Или ты всегда Можешь рассказать Мне Ну Я хочу сказать Я же твой хозяин Не так ли? Кащоса Она смотрит На меня С нежным Выражением Ее улыбка Очень счастливая Вы действительно Классный человек Кащоса Разве Вы не понимаете Что все Просто Влюбляются В вас Синамон Прижимается К моей руки Крепко Обнимая ее Все Ребят Эй Не на публике Ж Тогда Делать это Наедине Все будет Нормально Да? Ну Думаю Может быть Но ведь Сейчас тоже Все нормально Не так ли? Тут же Никого Нет Ранее Вы говорили Что я могу Быть Немного Более Эгоистичной Не так ли? Или Кащоса Какая Местер Не так ли? Не так ли? Или вы не Предпочитаете Иметь ничего Общего С Накотяном Которые Течь как Круглый год Я занимаюсь Довольно Очень Хорошей Работой Знаете Либо Что ты Имеешь Ввиду Мои Младшие Сестры Возможно Потеряли Свою Невинность Но Я понимаю Больше Чем Все Они Вместе Взятые Окей Я же тебе Сказал Не говорить Об этом На Публике Я Осторожно Ударил Ее По голове Своей Свободной Рукой Я же Сказала Если я Вам Не нравлюсь То я Прекращу Не Не нравишься Ты мне Синамон Это не Проблема Тогда Как Насчет Того Чтобы Вы Сделали Мне Своей Кат Паньоном Тоже Мы Если Хотите Мы Можем Сделать Пробный Перевод Что Серьезно Я Я Сказал Тебе Не Шутить А Не Что Подобно Это Не То Что Я Имел Ввиду Когда Сказал Тебе Быть Немного Более Эгоистичной Мяу Мяу Мой Кашо Сан Вы Так Жесткий По отношению Ко мне Не то Что я Возражаю Когда Когда Вы Настолько Жесткие По отношению Ко мне Краш Тест Накотя Вот Идеально Сказано Так У меня Что-то Стучит Сосед В 9 часов Вечера Я хочу Убить Раз Извиняюсь Да Всю сцену Весь момент Испортил Прекрасно Я чувствую Как мы Становимся Ближе Голос Синамон Немного Невинно Хихикает Фома Да я пытаюсь Их отрезать Но Это могут Посадить За такое Так Ладно Она сильно Сжимает Мою руку Прижимаясь Ко мне Словно Умоляя Меня Побаловать Ее Блин Она реально Очень мягкая Эта мысль Появилась В моей голове Прежде чем Я смог Ее остановить И ударился По щеке Все еще Не особо Много Есть Определений Нет Все еще Не так Много Определений Того Быть Немного Эгоистичным Но Попробуй Отойти От Этой Идеи Тебе Не обязательно Постоянно Поддерживать Мопел Тебе Стоит Думать И о том Чего Ты хочешь Так Чего Я хочу Понятно Ну пока Мне весело Это Мне Достаточно У меня Сегодня Был Очень Веселый День В конце Концов Этого Хватит Надолго Мы Продолжали Идти В то В то Время Как Синамон Продолжала Крутиться Вокруг Меня Я очень Очень хорошо Понимаю Хм Я очень Я очень хорошо понимаю, что происходит вместе с дунами в то время, как я ее высаживаю на ближайшей станции. Несколько дней спустя. Ладно, пора. Натсу, затащи вывеску внутри и приготовься закрыть магазин, лавочку, кафе. Хорошо, оставь тяжелую работу мне. Чокола, ванилу, на вас уборка. Помыть полы и протереть окна. Понятно, Адзунян. Я немного, я возьму лавочку. Я приготовлю инструменты для уборки. Монсина и Пулмей, на вас инвентаризация и кассовый аппарат. Я достану ингредиенты Кашо в миг. Как только мы все закончим, мы сможем переодеться. Какая мама молодец. Ладно, тогда я займусь регистрацией и кассовым аппаратом, всем таким делом. Оставлю тогда проверку инвентаризации на тебя, Синамо. Мэй-чан, Мэй-чан, Мэй-чан. Я позабочусь об этом позже. Ты можешь уйти пораньше, если хочешь. А, чё ты такое говоришь? Я не против этого сделать вообще. Но я подумал, что ты хочешь пойти домой и поиграть на гитаре. Я буду тренироваться, конечно, но я буду продолжать работать и тут, как бы. Да нормально всё, нормально. Мне вообще нечего делать дома, в любом случае. Я хочу поддержать тебя, потому что ты мой лучший друг. Да? Какое это имеет отношение к... Да ладно, всё в порядке. Ты должна сделать всё в твоих силах, Мэй-чан. Я пойду и скажу Кашо-сан вместо тебя, хорошо, об этом? Эй, подожди. Кашо-сан, может Мэй-чан пораньше уйти сегодня вечером? Я позабочусь о её части работы. Сейчас её проинвентаризирует всё. Ну да. Сейчас мы проверим склад. Конечно, я не против. Большое спасибо. Вот. Так, Мэй-чан, видела? Спасибо. Да-да. Ну, просто постарайся. Изо всех сил. Хорошо. Я тоже постараюсь. Сейчас она постарается. Фу. Да вы тут присмотреть на время. К тому моменту, когда я закончил работу, было уже за десяти вечера. К тому времени все уже покинули кафе. И в тихом кафе я растянул своё окоченевшее тело. Мне тоже пора. Я снял фартук. И покинул кухню. Хе-хе. О, Синамон, ты всё ещё тут. О, Кашио-сан. О, Кашио-сан. Хорошо постарался. Так. Если я проверил, то время уже не будет. Так. Так. Потребовалось очень много времени для подсчётов, запасов. Она слегка высунула язык. И слегка наклонила голову. Так. Как я вижу, тут больше никого нет, да? Синамон единственная, кто осталась. Ты бы могла бы попросить меня о помощи, если бы у тебя были проблемы. Не-не-не. Я хотел сделать это самое. Кроме того, я уже всё сделала. Да, это действительно выглядит так. Так. Она просматривала какие-то квитанции. Ну, ты бы могла бы... В два раза быстрее всё закончить, если бы Маппел помогала тебе. Нет, я хочу поддержать мечту моей лучшей подруги. Это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы помочь. Беспокойная улыбка. Я всё ещё хочу быть её лучшей подругой. Я вспомнил, что она сказала некоторое время назад. Я погладил... Нет, я похлопал её по спине. В то время, как она собирала эти квитанции. Хорошо, я позабочусь об остальном дальше. Ты можешь пойти, Синамон. Это займёт какое-то время, чтобы ты смогла добраться до дома отсюда. Я взял стопку квитанции из рук, Синамон. Синамон. Вы такой добрый, Кашо-сама. Кашо-сама. Зачем это в этом случае? Шучу я, шучу. Ну... Наполовину шучу. Она азорно высунула свой язык. Ага, ага. Просто поторопись и переоденься. Я провожу тебя до станции. Хорошо. Большое спасибо. Ради твоего лучшего друга. Эти слова... Буксируют в моём разуме. Я знал, что она хочет поддержать Мапелл, но она переусердствует. Я буду наблюдать за ней и посмотрю, как она справится дальше. В последнее время Синамон заставляет меня волноваться. Так, я быстро собираю квитанции. Ах... Я задержала... Сюда... Очень позднего времени. В следующий раз мне нужно работать быстрее. Че? Блин, опять ничего? Да вы издеваетесь? Какой же момент замечательный был. Мэй Тян... Так усердно старается. И как твоя лучшая подруга... Я тоже... Я тоже буду... Усердно стараться, чтобы ты гордилась мной. Несколько дней спустя. Да. Йоу, Кашо. Не знаю, заметил ли ты, но в последнее время Монсина вела себя странно. Адзуки разговаривает со мной в то время, когда я смешивал... Смешивал... Тесто, короче, для тортика. Как странно. Ну, знаешь, как она все время была по отношению к Пул Мэй. Какая-то неправда. Какая-то неправда. Какая-то неправда. Какая-то неправда. Она раньше была действительно очень цепкой. Но теперь... Они, кажется, довольно далеки друг от друга. А шахту почистить? Да я не знаю. Что-то шахта так и не открывается, что ли. Она еще не открывается. Не похоже на то, что они в ссоре. Не все разговаривают во время работы. И они ведут тебя нормально, когда едят. Это похоже больше на то, что как-будто сестренка Синамон сдерживает себя нарушно или что-то типа этого. Мэй. Мне кажется, что Мэй. Какая-то неправда. Ну, Фленикс, у него и так уже четыре. За ч... Как бы, наверное, он понимает, что... Не, не, хватит. Я не смогу столько осилить. Но ему придется. Такое чувство, как будто она избегает Маппелл. Сестренку Маппелл. Понятно. Нет, я хочу поддержать мечту своей лучшей подруги. Это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы помочь. Я хочу поддержать Маппелл как ее лучшая подруга. Синамон избегает Маппелл, потому что она не хочет вмешать ее в свободное время. Короче, ее времени в ее дела вмешаться. Мое смутное беспокойство подтвердилось. Адзуки заметила это тоже. Она скрещивает руки и фыркает, казаясь раздраженной. Они странно упрямые для пары одиночек. Да. Я помню возбужденную улыбку Синамон, когда мы пошли в магазин. Ее невинная и возбуждающая улыбка. А нынешняя улыбка Синамон кажется подделкой. Маппелл делает первые шаги в сторону своей мечты. Синамон чувствует желание поддержать свою лучшую подругу. И видимое расстояние создается между ними. Странно упрямые. Слова Адзуки заставило искрить что-то в мое сердце. Не так нужно поддерживать друг друга. Проклятый некотян. Котенки. Одинокие. Поддержка. О чем ты говоришь, сестра? Я имею ввиду, что мы не должны совать свои нусы куда не следует. Им нужно поговорить об этом самим. Прежде чем все это выйдет из рук. Ну, я была такая же, так что не я-то, кто должен такое говорить. Эй, чё? Ммм, милашка. Коконнаут наклоняет голову от замешательства. Как вопросительный знак... В том или... Когда вопросительный знак простирается над ее головой как будто. Адзуки смущенно улыбается. Да. Как ты и сказал, Адзуки. Я погладила по голове. Изнутри кухни я смотрю на переднюю часть кафе. Угу. Так, не блин. Ну, это как бы да, мы знаем. Три места. Синамон и Мапелл. Выглядит так, как будто они ладят как никогда. Тем не менее, я вижу неудобное расстояние, что Синамон создала. Мое сердце разорвается от отчаяния. Она все еще хочет быть лучшими друзьями. Я шепнул это, чтобы уточнить намерение Синамон самому себе. Я закрою глаза. Когда я вижу это неудобное расстояние между ними. И так, у нас все хорошо с чайными листиками. Синамон. О, Кашо-сан. О, Кашо-сан. О, Кашо-сан. Спасибо за усердный труд. Синамон. Единственная, кто осталась после работы. Она обернулась. Прямо как в прошлый раз. Ты опять... Или... Ты снова одна? Прошу прощения, что вот так допоздна работаю. Но я почти закончил. Так что можете идти домой, не стесняйтесь. Не обращайте внимания на меня. Вот... Ой. Нибблер, вот этих моментов с переводом тут их столько. Что просто забей, не акцентрируй внимание. Просто после того, что было в САУ, знаешь, это еще хорошо. Это даже отлично. Замечательно. Прекрасно. По сравнению с тем говном. Так что после того, как я горел там, тут я гореть вообще не буду. Так. Я остановил Синамон, когда она повернулась ко мне с виной. Она снова обернулась, улыбаясь... Нет, с улыбкой на ее лице. И я спросил ее. Синамон, ты действительно согласна со всем этим? Согласна с чем? Что вы имеете в виду? Что это такое? Что это такое, папа? Эээээ... Айшо-сан. Ее глаза на полсекунды стали больше. Вскоре ее обычная тревожная улыбка вернулась. Так значит вот в чем дело. Синамон слегка кивает. И затем следует короткий ответ. Мэй-тян очень упорно тренируется, играя на гитаре. И сначала, чтобы играть на гитаре, она сказала, ей нужно научиться играть, прежде чем она сможет сделать это вместе. Я всегда понимала, что Мэй-тян чувствует. Поэтому я очень рада видеть, как Мэй-тян преследует свою собственную мечту. Синамон выглядит так, будто она счастлива от всего сердца. Да, вот, прежде чем она сможет играть и петь. Те, кто не понял. Она так искренне улыбается. Итак, ты решила проводить меньше времени с Мопел своим другом по своему собственному усмотрению? Мой вопрос. Не задевал ее. Она медленно, но твердо кивает. Я подняла некоторую помощь от вас, Кашо-сан. Я наконец-то смогу отплатить Мэй-тян обратно. Я думаю об этом. Мое одиночество на самом деле не имеет особого значения. Она говорила это с улыбкой. Она кажется такой счастливой насчет этого. Синамон. Почему ты так сильно хочешь поддержать, Мопел? Ну, видите ли. Кашо-сан, вы помните, когда я пришла... Нет. Кашо-сан. Когда я пришла в доме на Дуке. Вы помните, как все было? Синамон вспоминает о прошлом. Мои глаза медленно закрылись. Я не могу не повредить, что у меня не получалось поладить с остальными, когда я впервые пришла в доме на Дуке. Я всегда сидела в углу своей комнаты. Даже Шигуро-сан и Кашо-сан, Кашо-сан и Адзу-нян, которые были настолько близки ко мне. Я боялась, что вы возненавидите меня. Но я не знала, как сделать так, чтобы... Сделать так, чтобы я вам нравилась. Я не знала, какое лицо нужно делать. Какие слова использовать. Да, я помню. Кошка-девочка, которая появилась после Адзуки и Мопел. Сначала она была очень тихой, когда мы ее взяли. Она не привыкла быть рядом с людьми. Она имела тенденцию читать наши выражения. Я очень хорошо помню ее испуганное лицо. Я была в такой какое-то время. И время прошло. И однажды Мэйтян... Мэйтян рассердилась на меня. Разве так весело сидеть в этом уголке? Я тебя спрашиваю. Действительно ли так интересно наблюдать за людьми оттуда? Ну, это... Это не весело. Ты ненавидишь это место? Я сказала, ты ненавидишь это место? Я не ненавижу это место. Все очень добрые. Ну, тогда что ты делаешь? Что я... Ну, тебе же там не весело, верно? Почему я не перестану? Поэтому, почему бы тебе не прекращать там сидеть? Эм... Она попала в цель. Я осталась... Безмолвно. Мэйтян... Мэйтян... Всегда была... Тупой, не так ли прямолинейной. Затем она... Затем она... Подошла ко мне. Протянула мне руку. Я знаю, что с тобой случилось. Нет, я не знаю, что с тобой случилось. Я не собираюсь спрашивать. Но... Сейчас ты тут. Ты живешь тут. Так что вставай. Не двигайся дальше. Ничего не изменится, если ты так... Забьешь себя в уголке. Ничего не изменится. Но ведь семья не так. Если да, то я помогу тебе. Так что вставай. Чтобы ты смогла... Ходить. Или идти туда, куда хочешь сама. Теперь возьми мою руку, Синамон. Я помню, как ты и Шигуре Тян были очень добры ко мне. Тогда я... Действительно, была очень рада, что Мэй Тянер сердилась на меня. Синамон закрыла глаза. Она прижимает руки к груди. Как будто держит что-то ценное. Затем она снова посмотрела на меня с доброй улыбкой. Тогда я... Я решила, что хочу быть рядом с Мэй Тян. Если Мэй Тян когда-либо попадет в беду, я помогу ей. Так что теперь я действительно очень счастлива, что у меня появился шанс поддержать ее. Даже когда ты не рядом с ней? Да. Немного одиноко, да? Я очень рада, потому что я стала лучшей подругой Мэй Тян. Ее пальцы неуклюжие, скриппили кончиками ее волос. Несмотря на это, она кивает, не задумываясь. Ну, я не уверен, что так ведут себя лучшие подруги. Что? Прищуренные глаза Синамон расширяются. Расширились, когда она посмотрела на меня. Я не отводил взгляд. Я смотрел Синамон прямо в глаза и продолжил. Жертвовать собою в одностороннем порядке. Разве это называется быть лучшими друзьями, лучшими подругами? Конечно, сам. Я думаю, что это здорово, что ты хочешь помочь Мапеллу. И здорово, что ты не забыла, как она помогла тебе в прошлом. О, ты спросила Мапеллу, что она думает по этому поводу. Мапелла сказала, что она хочет, чтобы ты этого делала. Глаза Синамон расширяются еще больше. Она посмотрела вниз и начала кусать свою губу нерешительно. Это что-то... Это нечто между тобой и Мапелл. Так что... Я не думаю, что ты сама должна решать все. Синамон. Мей-чан. Из-за не появилась... Нет. Да, из-за не появилась Мапелла. Она подходит к Синамон, который все еще смотрит вниз. Я уже говорил об этом раньше. Наблюдать за людьми, разве это так весело? Эти. Я хочу поддержать ее, потому что она моя лучшая подруга. Но не используй меня в качестве предлога того, что ты не можешь выбрать свой собственный путь. Да нет. Я не хотела. Почему ты взяла мою руку тогда? Мапелл строго смотрит на ее лицо. Она делает еще один шаг в сторону Синамон. Синамон. Она кладет свои тонкие кончики пальцев на щеки Синамон. Не заставляй меня повторять. Сейчас ты живешь тут. Независимо от того, что кто-то сделал для тебя, у меня есть своя жизнь, и у тебя есть своя. Мэй-чан, это не то, что я... Я только хотела. Синамон выглядит так, как будто она сейчас заплачет. Мапелла смотрит прямо на нее. Синамон сказала, что хочешь поддержать мою мечту. Мои мечты. Но ты дала мне обещание еще, не так ли, Синамон? Мое обещание. Спасибо за то, что рассердилась на меня. Я никогда не забуду, что случилось сегодня. Могу ли я всегда быть рядом с тобой, Мэппл-тян? Если у тебя будут проблемы, я хочу помочь тебе. Дурочка. Это не то, что ты должна спрашивать. Мы семья, мы никогда не разделимся. Даже тогда, когда... Даже тогда, когда мы на расстоянии друг от друга. Поэтому, если ты собираешься пойти со мной, то ты должна пойти на своих собственных ногах. Но если ты пойдешь со мной, я возьму тебя за руку. Хорошо. Я... Я хочу всегда быть рядом с тобой. Мэппл-чан. 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 Нежную улыбку. И приближается. Мэппл-чан. Мы обещали, что всегда будем вместе, не так ли? И что ты будешь держаться за мою руку. На пути, по которому ты пошла. Это было наше обещание, не так ли? Я не буду нянчиться с тобой. Потому что ты моя лучшая подруга. Но я дам тебе руку... Я притяну тебе руку помощи, когда она тебе понадобится. Если я недостаточно крепко держу твою руку, мне придется подтолкнуть тебя тоже. Если этого недостаточно, тогда я тебя ударю по заднице. Эй, не плачь. Мне так же было одиноко без тебя, понимаешь? Все это дерьмо касательно того, что у меня на уме, мои интересы и так далее. Не смей больше вот так исчезать снова. Я не прощу тебя в следующий раз. Слезы текут по щекам Синамо. Она мягко вытирает их своими нежными подстриженными кончиками пальцев. Мэй-чан, ты такая классная. Ты всегда была самой классной с тех пор, как мы встретились. Я не могу надеяться на то, чтобы победить тебя в этом. Я не могу надеяться на то, чтобы победить тебя в этом. Если это выглядит классно для тебя, по крайней мере, ты можешь решить, как ты хочешь прожить свою жизнь. Ты очень сильно ввела себя, когда ты говорила, что ты одинокая. Ты мой лучший друг, верно, Синамон? Слезы Синамон снова начали течь. Мапелл осторожно вытирает их снова и снова. Улыбка Синамон перестала быть такой жесткой и ненастоящей. Теперь эта мягкая улыбка, которая исходит из самого сердца и ее. Я хочу быть с тобой, Мэй-тян. Я хочу быть рядом с тобой. Рядом с тобой. Я хочу поддержать тебя. Могу ли я иметь такой же мечту, находясь рядом с тобой? Я уже сказала, ты не должна судить ничего на хорошее и плохое. я возьму тебя за руку, если хочешь. Я знаю, как много ты обо мне думаешь. Я тоже так думаю и о тебе. прости меня, что я позволил тебе вот так увлечься этим. Я тебе был настолько одиноко. Хорошо, спасибо, Мэй-тян. Мэй-тян. Я заплачу, если ты это будешь говорить. Дурочка. Я просто констатирую очевидное. Конечно. Для тебя это просто и очевидно, Мэй-тян. Синамон кусает свою нижнюю губу. Она преподнесла свои руки к щекам Мопел. И Мопел сжимает их плотно. Прости, Мэй-тян. Можно я немного поплачу? Эх ты. Ну ладно, много можно. Мопел держит голову Синамон ближе к ней. Синамон обнимает Мопел ее маленькое дрожащее тело. Все в порядке, не нужно плакать. в этом пустом и тихом кафе голоса Синамон и Мопел эхом мягко раздается повсюду. Ладно. На этом все, продолжение следует. Можно я сохранюсь? Спасибо. Сохранить. Фу. Так, ладно, ребят, на этом на сегодня все и продолжение следует. Я больше не могу. Я устал. Продолжение следует...